Афхат Акаев, занимающийся животноводством, в 2018 году обратился в районные акиматы и арендовал 309 гектаров пастбищных земель и 50 гектаров сенокосов. Однако только через три года было выявлено нарушение закона при предоставлении земли. Теперь эта территория, на которой пасутся сотни голов скота, должна вернуться в государственную собственность. На сегодняшний день у меня проблема та, хотят у меня землю забрать. Завтра у меня суд по поводу земель. Я не знаю, если у меня заберут землю, мне придется автоматически закрыться. Потому что у меня кредиты, я все это брал кредит. Скот, лошади, бараны, фернику. Аналогичная ситуация и участницы программы «Янбек» Галины Квапиш. Она может лишиться 128 гектаров пастбищных земель. По ее словам, если проблема не решится и не будет другого выхода, придется весь скот пустить на убой. Участок земли, без которого нам никак нельзя. Потому что этот участок земли, все лето мы на нем ведем выпуск скота. Кроме этого, мы еще участвуем в программе СПК для частного поголовья. Земельные участки, выделенные Акиматом Астраханского района, в целях освоения пустующих пастбищ и поддержки предпринимательства, они предоставили землю без изъятия. По закону, эти земли должны предоставляться строго на конкурсной основе. Мы считаем, что вот эти все программы «Сабыга», «Эрыс», «Кулан» – это все-таки инвестпроект правительства, то есть государства. Там были очень большие деньги вложены, миллиарды тенге через банки второго уровня, всяких местный бюджет. По области определены порядка ста земельных участков сельскохозяйственного назначения, предоставленных без аукциона. Они освоены и возвращены. А по действующим хозяйствам пока что нет однозначного решения. «Земли были переданы незаконно, и они все еще находятся в пользовании предпринимателей. Поэтому данный вопрос в центре внимания. Не все эти земли будут конфискованы. На сегодня есть один механизм. Он обсуждается с областной прокуратурой. Думаю, что в скором времени будет принято решение». Этот вопрос обсуждался не раз. Местные исполнительные органы заявляют, что поддержат предпринимателей изъятие земель, предоставленных без аукциона, пока временно приостановлено. Аслан Абуталипов, Зарина Дюсюкеева, Ермик Кельберген, Даниэр Жумагулов, Кокча Ахпарат.